добрый день друзья рад приветствовать вас на своем канале продолжаем размышлять о глобальном у меня не так давно вышло видео об этом смотрю людям понравилось ну хотите о глобальном давайте о глобальном и сейчас я хотел рассказать такую может быть сказку давайте назовем это сказкой просто вот такая фэнтези об одном человеке который стал президентом и мы постараемся понять вот по факту то что произошло после того что он делал допустим какой был результат а на какую страну он работает и так вот была такая большая страна но она сейчас еще есть и и в двухтысячных начале двухтысячных один человек неожиданно стал президентом но может для нас неожиданно для него это все планировалось и что он начал делать вначале когда стал президентом для страны повторюсь тогда нефть стоила около 15 долларов это один из тех источников с помощью которых страна зарабатывает деньги как-то обеспечивает себя и вот когда он пришел можно посмотреть график график цен на нефть график пошел вверх то есть цены на нефть пошли вверх и там в определенные периоды они переваливали за 100 долларов то есть деньги были пожалуйста можно работать и что сделать человек он конечно же логически если да взял перестроил всю экономику модернизировал то есть построил какие-то новые заводы ввел новые технологии но это было бы логично нет да тут как-то получилось и чуть-чуть по-другому хотя можно было это все сделать и буквально через какое-то время продавать электронику продавать автомобили всему миру включая китай и японию именно ну имея такие деньги почему нет есть масса примеров те же арабские эмираты там вообще были бедуины какое-то время еще в 50-х годах прошлого столетия но тем не менее люди смогли как-то перестроиться и сейчас понимая что нефть она не вечно есть такая поговорка что каменный век закончился не потому что камень закончился нет камня как было его много так и есть а просто вошли другие технологии и там люди понимают что нефть рано или поздно отойдет придут другие источники и они уже делают очень много то есть развивают несколько направлений и чтобы потом иметь возможность за что-то жить нефть да мы имя и мы ей воспользовались она помогла но вот теперь так есть норвегия понятное дело что те страны по территории они меньше чем допустим вот эта страна о которой мы говорим но тем не менее пусть никак в эмиратах но на какой-то уровень в разы выше то есть я имею ввиду экономические какого-то социального обеспечения можно было выйти то есть что-то сделать наперед чтобы это осталось и потомкам скажем так вот повезло ну есть же вот эти полезные ископаемые есть деньги вот можно было ими правильно распорядиться но это ведь подразумевает делиться а в этой стране наверно ну так было не принято это же не эмираты где каждый житель где каждый гражданин получает свою часть тут немножко все по-другому вот этот момент как вы думаете это плюс я говорил уже вот я точно так же поступают и в медицине когда восстанавливают людям здоровья я смотрю а к чему это приводит какой результат вот по этому результату как вы думаете этот человек как говорят поднял с колен эту страну потому что да действительно финансово стало жить чуть лучше особенно допустим представителям каких-то силовых структур тут вообще без вариантов но я имею ввиду вот те технологии то есть вкладывание в перспективу они проедания как было по факту вот это все как вы думаете это плюс стране то есть можно поставить жирный плюсик что этот человек действительно старается для своей страны пишите в комментариях далее что произошло потом ну там было несколько войн да кстати вот два раза было две войны в одной из тогда это была республика если брать советский союз это была территория вот этой страны там было две войны причина была они пошли защищать как бы это сказать чтобы мы же сказку рассказываем не о чем-то конкретно вот большее количество людей национальности этой страны которые проживали там там насколько знаю их насчитывалось около 60 тысяч так вот после этих двух войн когда они защитили по факту этих людей там тех не осталось как наблюдаемого явления кроме того сравняли с землей и начиная со столицы со столицы этой республики и так далее и сейчас эта страна она вот уже многие годы платит я это называю так дань чтобы идти там ну дальше не продолжали военные действия так бы она все продолжалось то есть защитили там не осталось того кого защищали и вынуждены и дальше платить тоже напишите плюс это но для страны или же нет продолжим далее одна страна вот рядом с этой страной который этот человек президент у них там произошли определенные события сменилась власти и этот президент посмотрел а почему бы не воспользоваться и там был такой полуостров где проживало очень много людей которые говорили на языке вот этой страны который он президента и они подумали а почему бы его как бы это сказать по культуре ну скажем так взять то что плохо лежит пока там соседу не до этого давайте его отожмем взяли сделали населению это преподнесли определенным образом те вот полуостров наш вот президент молодец а я же говорил всегда смотрю что по факту там у них валюта в доллару было около 30 потом выросла больше чем выше выше чем 7 и выше чем 70 люди как стали жить пошли определенные санкции особенно люди которые хранили свои сбережения в валюте этой страны я говорил произошла инфляция больше чем в два раза соответственно они обеднели и вот по факту хотя его окружение насколько я знаю говорили что ну не надо его присоединять можно сделать как просто как свободную экономическую зону там под влиянием этой страны делать там все что заблагорассудится распоряжаться но только отсечь санкции и вот эти все экономические проблемы но нет опять же пишите как вы думаете вот этот шаг он в плюс стране который он президент или нет идем далее он начал помогать там есть такие вот рядом которая страна там две области которые решили отделиться под влиянием скажем под влиянием кстати по тому же механизму как вот этот полуостров этот человек начал помогать там но он делал так и до этого там можно посмотреть историю там все идет как под копирку было несколько стран где произошли вот точно такие же события я думаю вы лучше знаете чем я так вот он начал экономически помогать поддерживать эти республики представляете какие-то деньги да и тоже по этому поводу пошли санкции люди как вы думаете в его стране стали жить богаче или беднее и далее вот уже плавно переходим к войне с этой страной которая рядом у которой сразу отобрали полуостров потом вот эти две республики он решил пойти до них войной многие до поддержали там естественно причины были очень веские там фашисты националисты потом присоединились лаборатории там туда мог прийти враг этой страны которую по кстати показывают активно показывают населению что вот мы все что делаем чтобы вас защитить от этого врага который придет к вам в области где во многих областях нет дорог некоторые дома не газифицированы так вот этот враг может прийти вас захватить кстати вот интересно если бы он захватил а может быть он как раз бы как-то и помог там хотя бы газ провести там туалеты построить дороги ну как вариант так вот причин было еще много напали да вроде бы все хорошо но оказалось напали абсолютно без всякой экономической основы не имея соответствующей армии как показала практика не имея технологий и сейчас все трещит по швам санкции пошли ну даже не сравнить с теми что были до этого валюта взлетела еще по отношению к доллару несколько раз закрылись практически большинство фирм которые работали на территории этой страны платежные сервисы то есть население наверное это как-то было плюс напишите кстати как вы думаете а вот население от этого выиграла и теперь еще неизвестно что будет далее ведь ситуация продолжается вернее известно ну там просто могут быть некоторые технические детали а то что будет уже примерно известно возможен в дальнейшем и развал страны советский союз статьи развалился после войны в афганистане там были и другие причины я понимаю и царская россия российская империя помните после чего развалилась тоже как раз были определенные войны которые истощили которые были не подкреплены экономически вот сейчас по моему ситуация такая же и вот этот человек он продолжает делать то что он делал до этого так вот у меня вопрос как вы считаете вот по факту даже вот этих событий не говоря о том что он после того как встретился с президентом одной из страны врага как он говорит то в его стране пошла принудительная уколизация каким-то веществом экспериментальным непроверенным против какого-то возбудителя опасность которого была ну вот тут сказать во всем мире она была превышена в разы там так преподнесена так вот после вот этой встречи кто помнит в этой стране пошла принудительная уколизация хотя этот президент до этого он ну как говорится зуб давал можно пересмотреть видео что такого не будет так вот исходя из всех этих событий и видя что после них произошло по факту у меня вопрос ребята ну понятно это президент вот этой страны а на чью страну он работает понятно он делает все для благо страны так вот напишите пожалуйста в комментариях ваше мнение на благо какой страны он это делает на этом у меня все хорошего вам настроения подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые интересные видео всего доброго и будьте здоровы